Добрый день, меня зовут Павел Панкратев, я являюсь бренд-менеджером компании Полами Агра и отвечаю за оборудование по переработке зерна Борисовского завода Металлист. На данный момент мы находимся в хозяйстве Минской области, Копольского района, где установлен КЗС на базе шахтной зерносушилки ГВ-60, работающей на дизельном топливе. Комплекс наш начинается с приемного отделения, это завальная яма объемом 40 метров кубических, которая выполнена из оцинкованного металла и дальше зерно будет транспортировать скребковым транспортером. Хочу отметить, что везде, где у нас есть зерно, у нас все из оцинковки, все бункера зав, выполнены из оцинковки, бункер завальной ямы, также весь транспорт. Нори, скребковые транспортеры, все сделано полностью из оцинкованного металла. Не нужно каждый год подкрашивать, все-таки есть какая-то эстетика. На бункерах зава у нас установлен такой полноценный домик, окна, двери ПВХ, все закрывается, чтобы никакие птицы туда не залетали. Также давайте посмотрим, у нас стоит большая металлоконструкция, она необходима. С учетом наших экологических норм Республики Беларусь, нужно обязательно брать отборы пробы из аспирации. И по нормам, чтобы туда попасть, должна быть обязательно маршевая лестница, и эколог уже со своим чемоданчиком и щупом должен добраться до самой верхушки, чтобы произвести замеры. Поэтому здесь это уже все реализовано, есть площадка, заход на нее происходит у нас через машинное отделение. Вот мы видим, открыта дверь, выходит специалист, помашивая лестницы, подымается и производит все замеры. А сейчас давайте пройдем конкретно к самой зерносушилке. Перед вами зерносушилка шахтного типа, вместимостью 60 тонн, по паспорту производительность 36,5 плановых тонн в час, это при снятии с 20 до 14 процентов по пшенице. Вся сушилка выполнена из оцинковки и утеплена каменной ватой, и дальше уже профлистом обшита. С учетом того, что это сушилка на дизеле, и чтобы отработанные газы не проходили через слой зерна, и зерно не имело на выходе потом запаха, здесь установлен 3-мегаваттный теплогенератор с теплообменником. Вместо обычных осевых вентиляторов на сушилке установлены так называемые циклофены. Это сделано для того, чтобы когда вылетают отходы, они осаждаются уже в биг-бэк, и мы видим, сушилка отработала сутки, сейчас идет пересменка, на площадке все чисто. Канал холодного воздуха и канал горячего воздуха широкий, есть в каждом люке, лестнице, внутри канала через каждые 3 метра находятся площадки, и человек, оператор, может в тот момент, когда сушилка уже идет пересменкой и нужно почистить, он залазит, берет от компрессора обдувочный пистолет и полностью прочищает весь холодный канал, выходит на крышу, с крыши открывает люк, спускается в горячий канал, все очищает и вылазит. То есть раз в сутки, когда идет пересменка операторов, можно полностью почистить всю сушилку буквально за час. А сейчас давайте перейдем в машинное отделение и посмотрим, какие машины очистки установлены на этом комплексе. Предварительная очистка. Это первая машина, которая у нас стоит сразу после завальной ямы. Состоит она, по сути, из двух машин. Это воздушный очиститель, который находится сверху, на котором мы отбиваем легкие примеси, и барабанный очиститель, на котором мы уже отобьем грубые примеси. Если надо, можем отбить и щуплое зерно, чтобы уже засыпать в сушилку и нормально произвести процесс сушки. Преимущество данного сепаратора в том, что он не имеет практически никакой вибрации. Это первое. Второе – это степени и возможности его регулировки. Помимо того, что мы можем подбирать решета, мы можем изменять количество вращения барабана, также мы можем изменять угол наклона барабана. Все отходы уходят в бункера. В бункера мы отходы разделяем на используемые и неиспользуемые отходы, и потом уже отдельно они вывозятся. Чистый материал поступает у нас уже в шахту сушилки. Зерно просушилось, и после этого мы можем его уже доработать. Для этого у нас есть вторая машина – воздушно-решетный сепаратор. Машина универсальная. В принципе, эта машина может работать и как предварительная очистка, так и первичная очистка. И если надо, в некоторых случаях она может работать как машина вторичной очистки, то есть почистить зерно в семенном режиме. Она состоит тоже из воздушной части. Причем у нас работа воздуха происходит как на входе машины, так же и есть воздушный канал уже на выходе. Здесь два стола. Все столы сделаны из фанеры, либо применено спецдерево. Все это сделано специально для щадящего режима очистки, чтобы меньше травмировать зерно. Здесь все почистилось, и все поступает уже в бункер нашего зава, и зерно готово вывозиться уже на склады. Сама по себе площадь зава немаленькая, и позволяет дополнительно организовать место для хранения решет. Ну и уже в углу зава у нас стоят на очистке батареи циклонов, и внизу сбрасывают уже в бункер, где у нас идут неиспользуемые отходы. И на этом уже после второй машины, как мы и говорили, уже мы получаем чистое зерно, которое можем положить уже на длительное хранение, либо, если мы работали в семенном режиме, пустить на линию подготовки семян. Ну и в завершение нашего такого небольшого обзора я хотел бы рассказать про строительство комплекса от начала до конца. Мы должны понимать, что такие комплексы всегда строятся с проектом. По временным каким-то рамкам минимум проект делается 3 месяца плюс месяц экспертизы. В это время, в начале, когда вы заказали проект, вы можете произвести закупку оборудования. В зависимости от сезонности, оборудование производится от 4 до 5 месяцев. После того, когда проект вышел из госэкспертизы, можно приступать с фундаментами. Через месяц, после того, когда уже начали изготавливаться первые фундаменты, можно приступать к сборке каких-то элементов сушилки, сборке металлоконструкций, чтобы ускорить весь монтаж. В среднем монтаж занимает в районе 2-2,5 месяца, а электромонтаж и пусконаладка от 2 недель до месяца. И мы понимаем, что если все эти сроки сложить, в среднем проходит от 8 до 9 месяцев. Поэтому, если вы хотите построить зерносушильный комплекс к сезону и уже в конце июня, начале июля сушить, про строительство, надо задумываться уже во время уборочной, а принимать решение и заключать договора в сентябре-октябре. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok